Раздвигаются, раздвигаются ряды. Этот мальчик выходит с мамой на сцену, где я все это рассказываю. И, видимо, они так долго катались речи. Но мальчик, увидев такое количество народу, он от страха все забыл. И вот мама его там, что ты ему ж пыняешь, пыняет он так. Вы знаете, как вот прямо в деревнях или в фильмах, да? Он так, спасибо, Галина Владимировна. И прозвучала убийственная фраза, которая заставила всех зарыдать сразу. Это первая весна в моей жизни. Весь зал зарыдал. Я не могу ничего говорить. Слезы текут, слезы текут. Мы сделали перерыв. И через 10 минут, когда уже через 10-15 минут прошло, мы стали там разговаривать уже дальше. Но вот этот результат, понимаете, он заставил работать весь город. Мимо него нельзя было брать. Понимаете, русский, да? Потому что город мальчик, и все знали этого мальчишечка. Да? Вот такие детки. Второй случай в Киеве. Полчаса, что я познакомилась с женщиной, ну, как бы, можно сказать, на улице. Она несла, она такая хрупкая, молодая женщина, и несла очень большого ребенка на руках. И я, знаете, пошутила. Я иногда люблю так пошутить. Но в этот раз это оказалось не к месту. Я сказала, женщина, да поставьте малыша своего. А он весь и скрутился, понимаете? Он и там, и сям, и он везде просто. И она уже замучилась его держать. Я говорю, да, пустите вы своего ребенка, он же, вы же надорветесь. Он же такой у вас прямо живет. Видите, женщина в слезы, говорит, он из трех с половиной лет, два года не ходит. Я первый раз тогда узнала название диагноза ювенейной ревматоидной аутрии. Что оказывается, у детей бывает это жуткое заболевание, при котором они обречены на инвалидное кресло. Он уже два года сидел на преднизолоне, на гормональных средствах. И врачи сказали родителям, готовьтесь, ваш ребенок инвалид пожизненный, готовьтесь к инвалидному креслу. Я говорю, женщина, у вас нет выбора. Либо вы верите мне сейчас, и ваш ребенок старует. Столько вам не надо, понимаете? Потому что я знаю механизм, как это все работает. Либо вы действительно, на доверии к нашим врачам, вы действительно оставите ребенка в инвалидный кресло. И она говорит, у меня действительно нет выбора. Я готова пробовать все. Летать на Луну, на Марс, собирать там какие-то камни, которые могут его там спасти. И вот я ее знакомлю там с врачами местными, которые все это уже хорошо знают. И я уезжаю. Не забываю взять ее телефон. Представляете? Потому что я буквально ее отвела, а на следующий день я уже уехала. Проходит вот эта цифра, два месяца. Вы будете наблюдать, она звучит почти у всех, полтора-два месяца. Через два месяца раздается звонок. И говорит, вы меня, Татьяна Николаевна, забыли. Вот помните, Вика, мы с вами встретились там-то, вы мне сказали, поставьте вашу рюк. И он начинает мне все рассказывать. Я говорю, Вика, помню ее хорошо. И я очень волнуюсь, потому что я забыла взять ваш телефон. Как ваш ребенок? И она вот так вот берет трубку от уха, и говорит, слышите? А там, вот, топот такой. Говорит, это мой ребенок скачет на лошади. Я говорю, ну как лошадь? Она говорит, да палка с головой лошади. И он, говорит, носится там с соседской девочкой по комнатам. Ребенок носился через два месяца. Я приезжаю в Киев, проходит девять месяцев. И они проходят в это время, как это называется, на инвалидность комиссия. ВТК. ВТК. У ребенка снимается диагноз. Но за это время они прошли жуткие испытания. У ребенка все лезло на позу. Вот дело в том, что работают препараты по очень важной системе, о которой мы с вами не должны забывать никогда. Вот смотрите, эта схема очень важна. Она очень проста. Он ее цветил, да? Да. Но если от состояния нормы к хронике человек идет через обострение всегда, то и обратно он может вернуться через обострение. Только. И у китайцев есть очень классная фраза, которая описывает механизм выздоровления. Они говорят, болезнь уходя, выходит изнутри наружу, она движется сверху вниз и возвращается из настоящего. Болезнь уходя, выходит изнутри наружу, движется сверху вниз и возвращается из настоящего в прошлое. Механизм один, поэтому никогда не бойтесь обострения. Это очень важная часть выздоровления. И если у вас температура, и если у вас что-то где-то отхаркивается, или где-то чего-то обухает, и так далее, это все нормальное состояние. Но даже здесь китайцы обмечают наши свои участия. Если вы хотите уменьшить обострение, снимайте препараты на 2-3 дня и уменьшайте половину патилот. Но если кто-то любит быстро и по полной, значит усиливайте в 2 раза дозировку, ложитесь и ждите, пока это все идет. Кто как любит. Вы можете даже не соблюдать. Но лучше. Даже фило это все равно работает. Конец повторений движется. Сверху вниз и возвращается из настоящего прошлого. Это не так. Но может обойтись все это? Даже вообще ли тут всяких проявлений? Вечном у меня уже не было никаких предоставленных вещей. Вот интересные результаты, например, в Перми. Там работает доктор, и я вам скажу, что доктор необычный. Это хирург. Хирурги приходят к этим препаратам крайне редко вообще. Потому что они не работают с пациентами, как бы они уже работают с полутрупами фактически. И они не работают с этими препаратами. У него была уникальная история вообще у этого доктора. Его зовут Рикард Новоселов. Это врач-нейрохирург, заведующий отделением. То есть очень известное лицо в Перми. Я когда с ним познакомилась, это конечно очаровательный совершенно человек. Никогда не скажешь, что он хирург. Я думала, что хирурги, они все-таки жестокие какие-то. А это вот такая мягушек прямо как-то. И вот он говорит, я первый раз обратил внимание на эти препараты. Год назад, когда я наблюдал человека с посттравматической эпилепсией. Мы, говорит, не лечим вообще эпилепсию. Западная медицина не имеет средств никаких. А у него 7 лет уже, причем такие сильные бывают приступы, статус они называются, тогда невозможно остановить вообще ничем. И это просто вот время. Но это зрелище страшное на самом деле. Поэтому он говорил, что для меня этот человек был уже ходячий труп. Фактически. Потому что из этого состояния не выходят, уже не восстанавливаются. Идет постоянное отмирание нервных леток. Это просто люди и тупеют, и так далее, и так далее. Кстати, я, говорит, иду где-то там по улице, в магазине или на рынке. И я, говорит, увидел жену этого мужчины, которого он наблюдал уже в течение 7 лет. И я, говорит, сделал шаг как бы в сторону, потому что я понял, что он очень давно не был у меня на приеме. Мне просто не хотелось, чтобы она как бы травмировала себя воспоминаниями о его уходе из жизни. И вдруг она меня, говорит, видит, подскакивает ко мне и говорит, доктор Вячеслав, ой, Виктор Яковлевич, у меня муж выздоровел. У него уже полгода нет ни одного приступа. Он говорит, как этого просто не может быть, потому что не может быть. Срочно, говорит, ко мне с теми препаратами, которые он бьет. Я, говорит, посмотрела, какая-то, говорит, беззрачная коробочка. Написано какие-то капсулы, там, линжин. Что за капсулы, что за линжин. Посмотрел, какой-то Китай. Я, говорит, делаю электронисполограмму, она абсолютно показывает здоровую работу мозга. Никаких кист, ничего нет. Абсолютно здоровая картина головного мозга. И он меня познакомил лично с этим человеком. Который воспрял, стал чувствоваться нормальным человеком. Так, знаете, стал уже более уверенным в себе, уже пошел на работу. Вот так это все меняет. И он говорит, я тогда обратил внимание на это направление. И теперь, говорит, сначала, говорит, надо мной смеялись все мои, в докторах, с которыми я, говорит, работаю. Ты че, совсем что ли, куда вы, Китай? Тут такое делается. И мы, говорит, начали просто наблюдать процесс. Когда я, говорит, выписываю человека, у которого уже нет возврата в эту жизнь, я говорю, у вас есть еще шанс. И вы можете попробовать мозговые консулы. И я, говорит, не совру, если я вам скажу, что это фактически 95% позитивных результатов. 95%. Понимаете, даже не 50%. 95%. Но он говорит, как, опять, на самом деле, я не знаю, покупали ли они, или пробовали ли они. Понимаете? Но результат идет фактически 100%. Вот так работают препараты. Это то, что вообще нам с вами настолько повезло, что мы это имеем на нашем рынке. Вы даже себя пока представить не можете. Потому что многие из вас пока этого еще не попробовали. Но когда вы получите свои результаты, как мои курские партнеры, которые вылечивают бронхиальную астму, онкологию, там, миомоматрия и так далее, они говорят, рот становится без крышки, и остановить его уже невозможно. Это хочется говорить всем на всех закоумках, переулках и так далее. Так вот за этим мальчиком, я закончу историю вот этого мальчика, у которого не имея ремонтольное окружение, его все вопкладывало бляшками, мокнущими, жуткими, вызывало чёс и так далее. Родители все выдержали. Ребенок абсолютно здоров. Но мама, допивая эти клакончики за ним, потому что у него очень маленькие зазировки, вылечила кольки 100 с яичниками. И она мне дала все талмуды, что они пили, когда, но на украинском, правда, языке, и какие результаты они получились на кордитексе. Представляете? Давайте поаплодируем питательству. Значит, теперь я хочу сделать небольшой перерыв. Просто меня попросили продолжить тему. про ВИЧ-инферцию чуть-чуть. Что про ВИЧ-инферцию? Про ВИЧ-инферцию? Вот, кстати, тоже хороший вопрос. Очень хорошие результаты получены в литовской лаборатории пульмонологии, когда даже на фоне СПИДа раньше была стопроцентная смертность от воспаления легких, если это начиналось на фоне СПИДа. Сейчас у них практически стопроцентное восстановление. Вирус есть, но иммунная система находит визер, для того, чтобы поддерживать бесконечно организм. И вот я просто слышала у врачей из Киева, что у них пока единственный результат в Киеве, когда девочка, 18-летняя, инфицированная ВИЧ-инфекцией, пила в течение двух лет препаратов в очень больших дозировках. Ну, такая семья богатая. Не обнаружен вирус ПИДа. Пока это единственный результат. Но уже можно зацепиться. Пока это единственный результат. Оперированный простатит. Оперированный простатит снова растет опухой. Не надо пить простой. Что пить? Ну, во-первых, я вам сказала, что самые сильные органы ВИЧ-поалой системы это 3-друга ценности денег. Но потому как китайцы называют самым сильным противороком мозговой капсулой, я думаю, что это сочетание, оно будет педагог. И все очищающие, потому что онкология – это загрязнение. Посмотрите, сейчас вы сделаете перерыв про это и помещение, и останутся только те, которые хотят в немеренных количествах иметь коллектив. В немеренных количествах. Вы столько, сколько хотите. И чтобы у вас не было затруднений материальных. Как получать этот продукт вообще фактически бесплатно. Это раз. Во-вторых, как получать вознаграждение от компании, не продавая продукт вообще. То есть вы никаким там сеткам, авоськам здесь не должны быть привязаны. Это запрещено в работе компании. Вам запрещено продавать все. Поэтому, если хотите, я вам расскажу тайны этого свина, тайны правильной работы. Поэтому сейчас мы сделаем перерыв. Кому нехожу, пожалуйста. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.